Всем привет! Этот ролик хочу тоже посвятить моей любимой программе Sculptus Alpha 6. Очень она мне нравится, я с неё начинал знакомиться с 3D. Так что давайте ещё посмотрим, что она может нам дать в плане 3D моделирования. Этот ролик будет посвящён, наверное, тем, кто любит панно, рельефы, рельефы и так далее. Всё, погнали! Что нам может дать именно Sculptus Alpha 6? Поехали! Есть здесь план 3D. Мы его открываем, жмём новая сцена, shift, правая кнопка мыши, выравниваем план, alt, левая кнопка мыши, вы видите, что можно было отводить, подводить и так далее. Можно также колёсиком вот так вот регулировать. И поехали! Так, есть здесь вот браш кисти. Жмём новую и выберем какую-нибудь картинку, да? Так, начнём, наверное, вот с этой картинки женщины. Открыть. Вот она, вы видите, что подгрузилась. Здесь её можно на крестик закрыть и так далее. Чтобы на неё переключиться, надо на неё нажать. Левой кнопкой мыши на неё нажимаем. Всё, вот она появилась в окне. Жмём enable. Всё включилось. И появляются у нас ещё кнопки дополнительные. Инвертация и директива. Direction. Так. Подключаем симметрию. Пригодится. Включаем вэрфрейм вот этот. Вы видите, что сетка какая редкая. Low poly, да? И теперь надо прибавить ей вот именно полигонаж. Сейчас у нас полигонаж 2048. Вот здесь вот внизу. Не забывайте смотреть. Контролировать именно полигоны. Потому что скульптис очень, ну, ограничен в количестве их. Скажем так. Жмём subdivide all и прибавляем именно полигонаж. У нас теперь 8192. Нам этого мало. Нам надо прибавить ещё 30... Так, 32768 полигонов. Мало. Ставим до 131000. Вот уже нормально. Но здесь есть возможность догнать до 500 с лишним. Вот давайте ещё раз нажмём. Будет туговато идти, но качество будет лучше модели. Вот 524288 полигонов. Выравниваем всю эту модель. Отключаем в Airframe. Вот этот. И вот у нас здесь моделька. Вот у нас включена кисть Drive. Вот эта. Теперь мы колёсиком уменьшаем план 3D. Прибавляем размер кисти. Вот здесь вот подгоняем, чтобы он не вылазил именно за пределы плана. Потому что потом будет трудно восстанавливать кое-какие детали. Так, теперь можем уменьшить именно интенсивность и можем её прибавить по самое не могу. Интенсивность давайте пока поставим где-то чуть больше половины. И вот теперь что нужно сделать. Выравниваем вот эту отметку кисти и жмём левой кнопкой мыши. Всё. Вот у нас появился, так сказать, панно. Рельеф. И можно сделать из него и барельеф. Вот такое качество. Всё прикольно. Здесь также можно смутом всё это дело чуть-чуть вот так вот повыглаживать. Чтобы не залазить на какие-то детали, вот чуть-чуть можно уменьшать. И маленькой кисточкой вот так вот чуть-чуть это всё дело выглаживать. Вы видите, что обычный JPEG рисунок. Не PSD. Вот так всё это дело выглядит. Вот здесь вот можно нос ещё чуть-чуть сделать помягче. Смотрим, что у нас с полигонами. И вот так всё это дело выглядит. Ну, в принципе, хорошо. Можно сделать и побольше, но смысла нет. Всё это потом можно в ZBrush уже обрезать. Единственный минус именно этой программки, то, что нельзя здесь обрезать. Можно делать единственное, что это Ctrl-Shift. Сейчас покажу вам. Уменьшим кисть. Ctrl-Shift. И вы видите, что окошко появляется зелёного цвета. Вот здесь пробелом, если нажать, получается Size, детализация, Brush Mask и Strange. Strange вот это. Что он делает? Когда вы выделяете какую-то часть модели, вы видите, что часть скрывается. Ну, в принципе, как и в ZBrush. Ну, только чуть-чуть примитивно. Вот так всё это скрылось. И вы теперь можете с какой-то деталькой, допустим, работать уже, не зацепляя какие-то моменты. Снимается всё это, возвращается на прежнее место. Ctrl-Shift. Опять же, на свободном месте перетягиваем. И переходим вот в такой ракурс. Ещё раз снимаем. Переходим вот в такой ракурс. Если снимаем и тянем на модель, то получается вот так вот. И Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. И нажимаем на свободном поле. Всё появляется заново. Ну, как и в ZBrush. В принципе, с ZBrush очень много тут сходств. Во-первых, в комбинации клавиш и так далее в работе. Так, вот мы рассмотрели такой вариант. Это просто картинка JPEG. Так, вернём Ctrl-Z назад всё. Так, вот опять у нас план 3D. Это родной план. Вот этот план, это именно скульптиса вот здесь вот. И нажимаем опять же на кисти и добавляем новую. Новую, добавим теперь именно векторную. Какую-нибудь сейчас выберем. Я тут поднакидал себе. Так, христианские мотивы. Ну вот, допустим, вот эту картинку. Подгрузим. Опять же нажимаем на неё. И теперь опять же на план те же действия уменьшаем. Подгоняем. И вот разница в картинках, вы сейчас увидите в чём. Вот когда всё выравнивается, то она становится вот именно ровная. Вот так вот всё это дело тут крутится правой кнопкой мыши. Вот такая вот векторная картинка получилась. Ctrl Z. Это чуть-чуть 131 тысяча. Давайте ещё добавим немножко. Опять 524 тысячи. Опять уменьшаем. Shift правая кнопка мыши. Выравниваем план. И вот так всё это дело опять же подгадываем. Нажимаем где-то в центр. Устанавливается у нас вот такая векторная картинка. Вы видите, что прям и ничего и прям более-менее качественно. Опять же толщина, вы видите, у неё небольшая. Так что всё чётко. Вот такая есть возможность у Sculptris. Есть ещё возможность у Sculptris. Это значит подгрузить сюда именно план скинутый за браш. Открываем. Подгружаем общ. И вот вы сейчас поймёте, в чём разница. Плана The Brush и плана Sculptris. Вот он высвечивает перейти в Paint, в раскраску. Мы пишем нет, ставим нет. Вот он уже подгрузил, но его не видно. Надо его чуть-чуть покрутить, потому что у него другая ось. Так, всё это вот дело мы установили. Что теперь делаем? Опять же повторяем. Добавляем полигоны. И вы видите, что полигоны растут совсем по-другому здесь. Здесь вот уже третий раз я нажал, а здесь только 65 тысяч. Когда Sculptris сразу переходит на 131 и на 500 с лишним. У него больше прибавляется на его план, именно полигонов. Так. Больше здесь вот, как в Sculptris, вы не поставите. Здесь вот предел тоже есть у этого плана. Вот сейчас он должен вылететь. Нет, вот 262 тысячи, это последнее то, что можно прибавить на план The Brush. Потому что Sculptris потом его просто выкинет, ну, отключит. Программу придётся перезапускаться и будет всё с нуля. Так, опять же попробуем эту же деталь. И, опять же, можно, вы видите, прибавлять тут интенсивность. Делать модель более толстую, более тонкую, более плоскую. Ну, давайте попробуем, опять же, вот чуть теперь на серединку теперь поставим. Чтоб вы поняли разницу, в чём фишка. Так, вот так опять выравниваем. Можно теперь побольше. И устанавливаем. Вот вы видите, что качество лучше стало. Именно благодаря вот этому плану 3D, скинутому, это, The Brush. Что ещё можно сделать? Здесь можно инвертировать, это уже она будет вдавленная. Ставим инверт и direction и random, вот этот. Всё включаем и смотрим, какой будет эффект. Вы видите, что всё установилось криво. Это за счёт того, что включен random, вот этот. И директория. Конкроузет. И попробуем теперь просто enable и invert включить. Вот, всё устанавливается ровно. Вы видите, что всё вдавлено. Это теперь у нас уже углублённая модель. Вот так она выглядит. Тоже неплохо так. И теперь вот такая штука. Вот эту модель можно теперь сохранить, экспортировать именно в Ops, закинуть в The Brush и потом вот это всё добавить ещё в полигонаж. Она ещё чётче будет. Сделать ей дайномеш и так далее. И моделька будет очень шикарная, чёткая. Опять же, когда вы всё это устанавливаете, детализацию отключайте. Потому что, если вы её включите, я вам сейчас покажу. Инвертацию отключим. И включаем детализацию. Допустим, до половины поставим на среднюю. Ставим модель. И вы видите, что полигонаж чуть-чуть подрастает. И моделька начинает чуть-чуть подтуплять. Качество её, в принципе, остаётся в том же состоянии. Это вот детализация, когда вы рисовать уже будете, корректировать её, то-то, да, уже можно её включить. Ну, так вот это всё выглядит. Всё здесь можно потом ещё дорабатывать, долепливать, где-то что-то подкорректировать. В принципе, вот такая есть возможность купить с альфа-6. Кому понравилось лайк, кому не понравилось дизлайк, информация вот такая есть. И рад, что именно на моём канале я вам её донёс. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok